Привет всем! В пятницу начался показ нового сезонных дневники вампиры. И Елена наконец-то стала вампиром! Ух, не буду больше говорить спойлеров, сами посмотрите, если захотите. А сегодняшнее видео будет о том, как добиться такого макияжа, который был у Елены Гелберт в первой серии. Если хотите посмотреть, как делать макияж, продолжайте смотреть видео. Итак, начинаем мы с основы. У меня это Шанель Виталюмира Аквой, наношу я ее кисточкой из Sephora 45. Потом я наношу кремовые тени от NYX Jumbo Eyeshadow Pencil в оттенке 617 Eyesmoke. Наношу я их в уголки глаз, это послужина основы под наши темные тени. На многих изображениях и картинках, которые есть в интернете, кажется, что у Елены в сериале тени матовые. Но в сегодняшней серии можно было заметить, что они у нее на самом деле немного сатиново-шиверные. Наношу... Я взяла кисточку плоскую и разношу этот оттенок, чтобы не было резких углов. Теперь я беру оттенок Virgin из палетки Urban Decay Naked и наношу его в уголки глаз, чтобы придать нашему взгляду более открытый и свежий отдохнувший взгляд. И так же наношу его ближе к середине глаза, чтобы это послужило нам базой. Разношу я его той же плоской кистью, что и растушевывала Jumbo Eye Pencil. Когда я нанесла уже оттенок Virgin, мы переходим к оттенку Half Baked из той же палетки. В этой серии можно заметить то, что у нее также там немного золотистые оттенки, что-то смешанное шампанского с золотом. Из-за этого смесь этих двух оттенков Virgin и Half Baked отлично подойдет. Я наношу его в середину века, накладываю, не размазываю, а именно накладываю, чтобы оттенок лег ровнее и более насыщенно он выглядел. Теперь я беру кисточку MAC 217 и наношу ею тени Dark Horse в уголки глаз. Не надо бояться наносить этот оттенок аккуратно, потому что мы все равно будем потом растушевывать. Поверх нашей базы от NYX мы наносим этот оттенок, создавая такую тень в уголке и немного создаем форму кошачьих глазок, потому что у нее именно такая форма всегда. И на коврогодорожках актриса Нина Добрев и в сериале Юлиан Генрукберт. Теперь я беру растушевочную кисть от Sephora и начинаю тушевать наши тени. Растушевка очень важна в макияжах, иначе все цвета будут очень резко смотреться, а тушевка помогает создать аккуратные переходы, что немаловажно именно в макияже Елены Гилберты, потому что у нее такой макияж, как будто бы нет макияжа. Но при этом у него и существует. Потом мы набираем на скошенную кисть оттенок Creep, чтобы придать нашим глазам вид того, что у нас очень густые ресницы. Поэтому мы подводим этим оттенком верхнюю часть ресниц. Тени дадут нам очень легкую подводку, что не будет очень резко смотреться, например, с гелевой или с жидкой подводкой. А тенями очень нежно. Также я беру тушь от Chanel Sublime de Chanel в оттенке 10 Deep Black. У меня закончилась тушь Lancome, но эта тушь намного лучше подойдет, потому что у Елены именно такое удлинение у ресниц. А также ей делают пучки ресниц, но у меня, к сожалению, не буду наносить. Также подчищаем остатки теней и осыпания консилером от MAC в оттенке NC20 Select Moisture Cover. Я растушевываю его пальцем, чтобы тепло от моего пальца хорошо помогало растушевать консилер. И все выглядело намного натуральнее. Теперь заполняем брови оттенком Naked из той же палетки. Я легонечко заполняю брови, потому что они у меня и так достаточно видны на моем лице. Я тихонько заполняю. У Елены также не особо подчеркнутые брови, из-за того, что у нее и сама они... А теперь самое интересное. Переходим к щекам. У Елены очень такой нежный, теплый макияж, и у нее контурированные скулы. Я контурирую бронзером от Too Faced Chocolate Celer Matte Bronser Powder With Real Coco. Этот бронзер я недавно заказала. Он действительно очень вкусно пахнет, какой-то шоколадкой. И очень естественно смотрится. Я наношу его кисточкой для румян от Isadora. И также подчеркиваю обруры в области лба, скулы и растушевываю. Далее я буду наносить румяна от MAC Lady Blush, кисточкой, которую я наносила тонального основы, от Sephora. Это кремовый румяна. Это очень подойдет именно этому луку, потому что у Елены очень незаметный румянец, но он присутствует. Именно розоватый. И эти румяна идеально подходят, и они очень натурально смотрятся. Также я буду использовать эти румяна и для губ, потому что у нее именно в этой серии не было использовано никакой помады, и это матовый эффект, и очень подойдет. Вот такой выглядит законченный макияж. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, и увидимся в следующих видео.